Векторное произведение обладает этими интересными свойствами. Я не хочу на этом сейчас долго останавливаться, но все-таки я выпишу это самое свойство. Надеюсь, что оно вам понравится. Представьте себе, что у нас есть какой-нибудь вектор, скажем, умноженный вектор на V, надумаю, V. Мы к этому прибавляем такое же выражение, только когда они вот так вот прокручены по часовой стрелке. Вопрос, что получится? Кто-нибудь знает? Не знаете? Удивительно, может ли получится 0. Для того, чтобы вам было приятнее, давайте сделаем, например, так. Скажем, возьмем I, I, K. Вы можете взять что-то другое. Что такое I на K? Вы помните? Минус K. Это минус K. Так, хорошо. Дальше смотрим. Здесь I, K, I. Так, I нажим. A. Уже с плюсом. И последнее слажаемое. К, K, а здесь I. И I это 0. Так, это тоже будет 0. Ну, господа, я, понимаете, не доказал, как он, конечно. Но при желании не так уж трудно его доказать. Более того, у него, оказывается, есть геометрический смысл. Более того, огромная часть математики называется теория групп и алгебр. И, по большому счету, занимается вот этим равенством. То есть, это равенство кажется вам сейчас случайным. И, ну да, какая-то, ну, получился 0. Ну и что? А оказывается, это абсолютно не случайность. И здоровенный отдел математики занимается в разных вариациях вот этой штукой. То есть, это глубокая вещь. Но нам сейчас, к счастью, это не нужно. Поскольку для того, чтобы разобраться с футернионами, нам нужна более, нам нужна более скромная, конечно, господа. Кроме того, что векторное происхождение, нам еще нужно знать, что такое скалярное происхождение.